Добрый день! Меня зовут Калмуков Андрей Сергеевич. Очень рад, что у меня появилась сегодня возможность рассказать о себе, о своей истории личной, в жизни, о своем пути. Несомненно, верю в то, что сложный путь у нашей страны, а вообще, наверное, в мире много у кого есть. Я в том числе не то чтобы этим горжусь, но точно не жалею, что в моей жизни произошли изменения самого раннего детства. В детстве я вдруг неожиданно решил заняться музыкой, а неожиданно это было для родителей. Ну и как-то так получилось, что я стал музыкантом, учился, стал получать образование. И получая среднее специальное образование, так случилось, что в мою жизнь зашла, так скажем, линия, может быть, кто-то ее называет черной линией. На тот момент мне этого не казалось. В моей жизни появились наркотики. Вот. И на протяжении 12 лет я употреблял наркотики. За это время много что со мной произошло, пришлось побывать в разных местах. И после 12 лет употребления я понял, что нужно что-то менять, нужно срочно что-то менять в своей жизни. Не буду описывать там подробности или все, что одним словом помотало в разные стороны. Представление о жизни было лишь сформировано на какой-то мечте, что она может быть. А как это сделать, как прийти к какой-то счастливой жизни, где спокойствие, мир и нет ничего грязного. Я это не знал. В этом мне помогла, безусловно, поддержка родителей и на тот момент была открыта реабилитация. Не буду скрывать, это реабилитация государственная, Урал без наркотиков, где в наркологии мне предложили пройти этот курс. Я не отказался, я был рад, и что появилась возможность пройти курс реабилитации. Я его прошел. И с тех пор в моей жизни стали происходить изменения в лучшую сторону. Я прекратил употреблять все химические вещества, вплоть до алкоголя, вплоть до сигарет. Начал возвращаться. То есть помимо музыки я занимался любительским спортом. В принципе, всю жизнь, понятно, употребление мне этого мешало. Я стал восстанавливаться. И, в общем, гармония как-то в жизни, она стала проявляться. То есть это доверие родных и близких, это, безусловно, любовь. Я стал замечать, что ко мне стали прислушиваться. Не сразу, да, то есть где-то уже через первый год, как я отказался от всего и стал, поменял свою жизнь, у меня какой-то появился авторитет среди окружения. Там ребята были такие же, которые преодолевали зависимость вокруг меня. То есть мы друг друга поддерживали, стали появляться люди с других, так скажем, социальных кругов. И дальше все вперед-вперед уходя. Так получилось, что я стал заниматься социальной деятельностью, а именно в области помогать, стал помогать зависимым. Преодолевающая зависимость, то есть я стал работать в реабилитационной структуре. Мне это стало нравиться. Я очень много приобрел в этом процессе этапов личностного развития, то есть от какой-то грамотности, да, там, психологической базы, потом даже пошел учиться, получил дополнительное образование по специальной подготовке психологической именно в работе и зависимой вообще с людьми. Это укрепило вообще мою веру в будущее, дало мне надежду, что на самом деле, если возвращаться назад, мне казалось, что ну вот уже, наверное, все кончено и не знаю, как что дальше делать и жить, то продолжая работать над собой, преодолевая себя, я понял, что решение, оно на самом деле, ну, простое, оно в каждом дне, что каждый день мне просто нужно что-то применять, применять, да, силы работать над собой, развиваться и идти к своим целям, идти к своей мечте. Это стало получаться, это стало работать, это меня, это мне помогало вдохновлять каждый день себя, да, то есть каждый день вспоминаю о том, что, ну, если мне сегодня трудно, мне всего лишь нужно приложить там какие-то усилия, да, там, обратиться за помощью, если я не могу сам, и все получится. И, в общем, в таком формате я стал развиваться дальше. По итогу получилось, что в реабилитационной структуре я начал работать с 15-го года и закончил заниматься социальной деятельностью в реабилитационной структуре в январе 2021-го. По итогу я стал руководителем центра, не центра, а направления социальной адаптации в реабилитационном центре, то есть полноценно занимался реабилитацией ребят, которые уже находились на этапе ресоциализации, то есть они прошли курс основной реабилитации в закрытой форме, и я уже им помогал ресоциализироваться. Мои достижения в этой области — это написанная мною программа, эта идея, да, была не полностью моя, но суть ее, форма ее, этой программы, она в основном была сделана мной, это моя гордость, мне помогали, безусловно, другие сотрудники этой организации, психологи, и все, и мы вместе смогли это сделать. Сейчас эта программа продолжает работать, несмотря на то, что я уже не принимаю в этом участие, я уже не работаю в этой структуре. Вот, но тем не менее, я рад, что после меня что-то осталось. Хотя до меня это уже зародилось, я продолжил, я какие-то вещи довел, да, там, до определенного уровня, это продолжает работать, и, безусловно, мне от этого тепло. То есть, если говорить о... Рад ли я, да, я там, безусловно, рад, потому что, если смотреть, там, на... Что было, там, 17 лет назад, да, то, там, 20 лет назад, то, наверное, там, все такое зарождалось не очень хорошее. То, возвращаясь уже, что стало после этого всего, да, что у меня открылась возможность зарождать что-то полезное для общества, я, безусловно, этим горжусь. Вот, и продолжая сегодня, не забывать, да, там, делать такие вещи, то есть быть полезным, ну, вот, не вредить, делиться своим опытом, помогать тем же ребятам, которые однажды оступились, которые хотят, да, исправить свою жизнь. Да, много, много мне помогало именно реализовывать это в области вот социального, в области реабилитации, да, и социальной вот этой программы. Сейчас я занимаюсь другой деятельностью и начал этой деятельностью заниматься еще, когда работал в реабилитационной структуре. У нас свое производство, у меня есть компаньон, он тоже преодолевающий. Так получилось, что мы познакомились с ним как раз, когда я работал руководителем Центра социальной реабилитации, и у нас родилась идея открыть свой столярный цех. Вот, мы начали с полного нуля, и уже вот четвертый год, как мы этим занимаемся, у нас свое производство, мы делаем свою продукцию. И было очень тяжело, стало, наверное, на какой-то момент еще тяжелее, когда я прекратил деятельность именно в реабилитационной структуре, я именно прекратил, потому что уже было тяжело очень совмещать на два фронта, и я сделал выбор. Для меня это был дальше шаг вперед, на самом деле. То есть, если когда-то мне казалось, что я свяжу свою полностью жизнь с реабилитацией, да, буду этим заниматься, так как я еще получил образование, еще получил среднее специальное образование в области, юридическое, в области социального обслуживания. Я думал, да, с этим 100% все будет связано, но нет. Развиваясь, когда я шел вперед и развиваясь в своем личном деле, я понял, что для меня это все равно будет определенная свобода, это новые трудности, это новые вершины, которые меня вдохновляют. И по сей день, несмотря на то, что, да, было очень тяжело уходить, оставив, да, там, и непонятно куда, если вот простым языком объяснять, то есть сложность была в том, что, да, вроде есть свое дело, мы уже там, как на тот момент, там уже почти три года занимались этим делом, но, как у меня говорит компаньон, много что было построено на воде, и куда мы шли, не совсем было еще понятно, да, мы просто верили, мы продолжали делать то, что нужно, и на сегодняшний день есть уже результаты, есть победы, мы вышли на тогда желаемый уровень, идем дальше, ставим себе новые цели, задачи, мне уже на сегодняшний день не так страшно, вот, но трудности и сложности их еще много, и, как мне предыдущий опыт показал, нужно просто действовать, нужно идти вперед, если тяжело обращаться за помощью, и каждый день благодарить Бога за то, что у меня на сегодняшний день есть, тогда точно все получится, и вот таким простым, наверное, принципом, да, я каждый день стараюсь следовать, не отходя от них, и у меня все получается. Это вот такая, наверное, краткая история, о том, что у меня было, с чего началось, что мне пришлось, да, пройти, к чему прийти, чем я занимаюсь сейчас, и, наверное, еще я хочу рассказать о таких тоже личных, наверное, не то, что это, это не победа, это просто очень, для меня, значимые интересные события в моей жизни, которые также меня вдохновили идти вперед, и, безусловно, это все благодаря, началось все вот в работе, именно вот в социальной, в этой работе, да, в реабилитационной структуре. На тот момент мы сотрудничали, и сейчас организация сотрудничает с организацией «Белая трость», у нас инклюзивный проект, совместный был, это взаимодействие людей с инвалидностью, и людей, преодолевающих зависимость. Это совместные различные волонтерские движения, лагеря, это выезды, это, в общем, взаимодействие с другими социальными структурами, то есть, безусловно, их направленность – это ресоциализация, это приносить пользу, это быть полезным, это новые знакомства, общения, и вот в ходе вот этой работы, взаимодействия, я еще принял участие в такой программе, как «Паруса духа». Это простыми словами, ну, моими, наверное, словами, это возможность попробовать себя в таком замечательном спорте, как парусный, как парусный спорт. и это и соревнования, это и экспедиции, это новые знакомства, это знакомства, не ограниченные только в нашей стране, это знакомства, не побоюсь это слово, с мировыми представителями других стран, ну вот, Эстония, Латвия в моей жизни, с Финны, там, Бурятия, не то, что я в этих странах и был, и с этими людьми, с этих стран я общался, знакомился, для меня это было ново, это тоже для меня такое личностное развитие было, и, безусловно, новая эмоция. Я еще больше стал любить путешествовать после этого. То есть мне удалось на фоне этого проекта побыть в экспедиции по Балтике, поучаствовать в соревнованиях инклюзивных у нас в Екатеринбурге, ну, собственно, с этого все началось на спортивных яхтах, и побывать на Средиземном море. Также мы проходили, я уж не помню, сколько там лично у меня пройдено миль, больше 300, только на Средиземке, и сколько-то еще на Балтике. Это так, да, кратко, и, конечно, как было там, это тысяча, там, миллион впечатлений, различных эмоций, которые просто меня вдохновили, и на сегодняшний день мне это очень нравится, вообще направление парусного спорта, взаимодействие, да, такое инклюзивное, да, потому что все эти экспедиции были инклюзивными, да, там были инвалиды, и профессиональные спортсмены, яхтсмены, да, их там называют, ну, и вообще люди вот других социальных групп, которые никакого отношения к тем ни другим не имели, вот, и я был представитель людей, преодолевающих зависимость. Очень интересное взаимодействие, очень интересное путешествие, то есть, для меня лично мир стал шире, многогранней, интересней, добрей, несмотря на все то, что происходит, да, там, сейчас, в мире, в странах, да, откровенно говоря, там, много зла различного происходит, войны там, или еще что-то, но, несмотря на это, если у меня сегодня есть возможность быть полезным, и показывать какой-то положительный пример, делать добро, помогать другим, я буду сделать все возможное для того, чтобы это продолжалось, и, таким образом, сто процентов уверен, что обязательно найдутся те люди, которые зарезаются этим же и поддержат меня, и все будет хорошо. Если я сегодня улыбаюсь, скорее всего, будут улыбаться ближние мои, а если я буду грустить, увыновать, наверное, ничего радостного вокруг меня не будет. Тоже каких-то моих на сегодняшний день там принципов, взглядов, и я там придерживаюсь, иду вперед, несмотря на, опять же, повторю, трудности есть, сложности есть, они и в работе где-то, и, там, дома что-то бывает. Все преодолимо, все, можно пережить, прожить, главное верить, идти вперед и делать все с любовью. Я так на сегодняшний день считаю. И продолжаю себе ставить новые цели, идти вперед. Если касаться парусного спорта, если бокс подобит, может быть, в следующем году у меня удастся отучиться, так скажем, более профессионально в этом деле. чем на сегодняшний день я умею. Ну и продолжать принимать участие в различных социальных проектах, развивать свое дело с компаньоном, идти вперед.